Из Сирии вновь приходят драматичные сообщения. Азадовские войска убили четверых турецких военнослужащих. В ответ сработала тяжелая турецкая артиллерия. Итог. Нейтрализовано 30-35 сирийцев. Эксперты уже открыто озвучивают вопрос, дойдет ли дело до прямого военного столкновения России и Турции на сирийском поле. Президент Турции Эрдоган уже предупредил, если Москва не может остановить режим Башара-Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии. И хотя Эрдоган как бы оставляет России политический коридор для того, чтобы не ввязываться в открытый конфликт с Турцией в Сирии, даже в этом случае сохранить лицо, а тем более свои позиции в этой республике, Москве будет уже куда труднее. Не если вообще, возможно. Дело даже не в том, как в этой ситуации поступит Москва, сдаст ли она Башара-Асада точно так же, как Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна и Наджибулу, или пойдет на открытый военный конфликт с Турцией. Важно другое. Бои в Идлибе уже нанесли тяжелый и, скорее всего, невосполнимый ущерб тому, что еще недавно называлось особыми отношениями Москвы и Анкары. Тем более понятно, что первый сокрушительный удар по этому партнерству руками своих социалитов вроде Асадов в Сирии и Хафтара в Ливии нанесла сама же Россия. Кремль в очередной раз весьма красноречиво продемонстрировал, что не считает нужным соблюдать соглашения, договоры и взятые на себя обязательства. Более того, теперь уже под вопросом оказалась сама по себе способность России быть партнером и союзником, с которым имеет смысл о чем-то договариваться и ждать, что эти договоренности будут соблюдаться. Теперь Турция делает ответный ход. И не только в Сирии. Президент Турции отправляется с визитом в Киев, и украинские дипломаты уже анонсируют выделение Турции военной помощи Украине. В СМИ мелькала цифра 50 миллионов зеленых. Анкара уже поставляет Киеву ударные беспилотники. И вряд ли в Турции не в курсе, с кем воюет Украина на Донбассе и кто оккупировал Крым. Словом, отношения между Россией и Турцией накаляются по всем фронтам и направлениям. У Азербайджана здесь свое прочтение ситуации и свой интерес. В Баку по понятным причинам с самого начала приветствовали сближения и партнерства России и Турции и возлагали на этот процесс серьезные надежды. От общей геополитической тишины до возможного позитивного влияния на переговоры по Карабаху. Турция для нас по-настоящему братская страна. С Россией у Азербайджана выстроены добрососедские отношения и налаженные конструктивные партнерства. Но если теперь это партнерство рухнуло под ударами российских ВКС по мирному населению Идлиба, то для Южного Кавказа это таит в себе немалые риски. Особенно с учетом наличия здесь любимого форпоза России в лице Армении, который с самого начала создавался именно против Османской империи, а затем использовался и против Республиканской Турции. Где уже вполне ожидаемо и наращивание бронированного кулака на российской военной базе в Армении, и новые оружейные подарки своему послушному форпосту и многое другое. Для Азербайджана такое развитие событий таит в себе, конечно, немалые риски. Другое дело, что наша страна обладает достаточными политико-экономическими и военными ресурсами и потенциалами, чтобы эти риски минимизировать. Словом, для Азербайджана это, конечно, проблема и головная боль, но не вопрос выживания. А вот для Армении этот прокси-конфликт может обернуться настоящей катастрофой. Сегодня в Ирване, конечно, подсчитывают дивиденды и потирают руки в ожидании новых оружейных траншей. Однако станет ли Москва по-прежнему терпеть на посту премьер-министра любителя селфи Никола Пашиньяна или предпочтет посадить в это кресло более управляемого политика, тем более что у России предостаточно рычагов для переворота с иностранным участием. Форпосты нужны не только для того, чтобы разместить там свои базы и аэродромы под скока. Их главная задача сделать для своих хозяев грязную работу, а еще принять на себя всю ответственность и ответный удар. Особенно если военная фортуна вновь демонстрирует свой изменчивый нрав, события развиваются не по сценарию, написанному в хозяйском штабе, и метрополии становятся просто не до своего форпоста, который к тому же не имеет с этой метрополией надежной сухопутной связи. Лет сто назад нечто подобное в армянской истории уже было. Так что вряд ли Ирвану стоит так уж рассчитывать погреть руки на огне чужой войны. Шутки с огнем никогда не заканчивались хорошо.